Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение, с вами Рэй, и мы продолжаем играть в игру Черепашки Ниндзя Легенды. Ежедневная награда Лига Сюгунов, одна звезда, но это в прошлый раз мы с вами добрались, поэтому забираем награду. Так, забегаем сразу же в магазин и получаем колоду. Что у нас тут? Ага, кто-то есть, кто-то, ребята, есть, и это у нас Змей Кавьон. Хорошо, потратим его на сюрикены. Так, давайте задание заберем. Так, поднимите уровень персонажа, так, сразитесь в 10 боях, это все понятно, пройдите одну серию испытаний. Хорошо, давай начнем, наверное, с уровня, да? Поднимем уровень кому-нибудь. Сейчас определимся, у нас, кстати, мутагена-то хоть сколько, а то я собираюсь поднимать. 9000 нормуль, этого достаточно, чтобы повысить, ну, например, давай, наверное, вот Рокстаги. Подожди, нам нужно не искать, нам нужно ему уровень поднять. Мы даже можем, ребята, интересно, с сороковой, да, до сорокового уровня мы его пропали. Слушай, это неплохо, кстати, это очень даже хорошо. Ну, что такое, что за подлагивания опять начинаются? Давай заберем награду. Так, сразиться в 10 боях. Слушай, ну, ребята, у нас все меньше и меньше попыток становится в плане того, что мы должны где-то сразиться, а вот где? Ну, давай попробуем найти Хана сегодня. Вдруг нам получится, ребята, найти на него 4 ДНК, и мы его сможем тогда прапать. Хотя навряд ли сможем, потому что там не хватит, по-моему, мутагена. Слушай, довольно неплохо идет. Так, здесь минус, да, не получилось. Давай здесь посмотрим. Во, отлично. Слушай, по-моему, еще одно ДНК, и все, он у нас в кармане, ребята. Да, он у нас в кармане. Сейчас мы его с вами прапаем. Ну, если не хватит мутагена, естественно, мы найдем. А там, по-моему, 10 тысяч нужно. Или я путаю. Сейчас определимся, ребят. Так, ну-ка, сколько? Блин, 10 тысяч мутагена нужно для того, чтобы его поднять по рангу. Так, давай-ка мы с тобой вот это вот уберем. Навыки. Я уже подумал, что мы можем что-то ему из навыков прокачать. Нет, ребят, обманушки. Хорошо, ладно, Змейка Вьюна тоже давайте, ребят, переработаем. ДНК. Так, отлично. Ну, нам нужно, да, крысиного короля еще найдем. И как раз, ребята, будет у нас выполнено два задания. Слушай, а что же нам с мутагеном делать? Кстати, у нас может быть ежедневное, ребята, событие на мутаген. Сейчас, кстати, посмотрим. Я хочу посмотреть. Если на мутаген, то нам повезло. Если нет, то, блин, не знаю, 5 тысяч мутагена где-то в любом случае нужно надыбать. Хотим мы этого или нет. Так, давай-ка еще попыточку с вами сольем. И последняя попытка. 155 мутагена мы зарабатываем. Так, давай-ка глянем. 5 тысяч. Всего лишь 5 тысяч. Ну, что, ребят, за подлаги? Они опять вот эти вот меня раздражают. Серьезно вам говорю. Так, бой. Ух ты. Нам, ребята, повезло. Ну, что же, я тогда делаю на паузу, да? И собираю, ребята, весь вот этот вот мутаген. Друзья мои, я прошел все эпизоды, но, к сожалению, мне не хватило немножечко буквально мутагена. Хотя, подожди-ка, нам еще здесь дадут мутаген. Слушай, по-моему, все будет у нас хорошо. Пройти одну серию испытаний. Кстати, здесь тоже 100 мутагена дадут. Поэтому, ребятушки, я по-быренькому пробегу. Сейчас вот, да? И продолжим. Ну, что, друзья, давайте забирать с вами реворд. Так, отлично. И вот теперь, по-моему, у нас хватает всего мутагена в данный момент. Ну, давай, давай, список быстрее. Да, ребята, 10 566. Ну, что же, Хан, я поздравляю тебя с тем, что сейчас ты получишь пятую золотую звезду. Великолепно просто. И у него открывается, ребят, последняя способность. Называется велосипед. Хан наносит врагу множество ударов ногами. Увеличивает силу атаки на 50%. На 50% силу атаки себе. Вот это круто, ребята. Это вообще сногсшибательно. Я, кстати, помню этот удар. Прикольный. Ну, что же, ребятушки, отлично. В общем, мы с вами пропали себе сегодня Хана. Давайте-ка мы быстренько здесь мутагенчик поменяем. И пойдем, пожалуй, на лигу. Я хочу, ребята, на лигу посмотреть, где мы сейчас с вами там оказались. Сильно нас сбросили. Ну да, прилично, ребята. Мы с вами в лиге самураев. Две звезды. Так что давайте как-то подтягиваться в конце-то концов. И начнем мы, пожалуй, с вами. Вот, Сереги. Да, мы начнем с Сереги. Тут 41 уровень у нас. 41. В принципе, ребята, это для меня... Так, мы будем с вами, наверное, все-таки работать через Леонарда. Потому что мне нужно, знаете, что сделать? Как можно больше получить очков. А для этого нужно вот этих вот малышей брать. И их использовать. Вся надежда только на то, что Леонарда действительно с первой вертушки сможет всех подкосить. Я уже в каждой серии об этом говорю. Потому что я очень сильно, ребят, переживаю и волнуюсь. Сможет он это сделать или нет? Здесь у него получилось замечательно. Значит, мы с вами получаем бонус в полном размере. Сейчас мы поднимся. Ну, вначале, конечно же, в самурае. Три звезды должны с вами переместиться. А уже оттуда и до Сёгуна, как говорится, рукой подать. Какая позиция у нас получается? Ух ты! Отлично! Мы с вами на почти 50 очков прыганули. Так, отлично. Будем брать Тиягу. Да, именно его. Потому что, ребят, здесь есть бронза. Хоть и много золотых персонажей, но они... Три звезды. Три золотые звезды. Но это, ребят, ерунда. На самом деле, это для нас ерунда. И мы должны, в принципе, их тоже наказать. С одной вертушки, надеюсь. Сейчас проверим. Сейчас мы проверим. Должны наказать. Как пить дать? Давай, Лео, не подведи меня, родной. Только бы всё хорошо, ребята. Всё отлично. Всё удачно. По красоте. Значит, опять мы с вами получаем бонус. И где-то, я думаю, 70-е, 60-е позиции у нас будет. Но уже в Лиге Сёгунов. Ой, в Лиге Самураев три звезды. Какая позиция? 85-е. Да, неожиданно для меня, если честно. Я думал, где-то будет 70-е, 60-е. Так, ух ты. Смотри-ка. Иви. Давай-ка мы против Иви как раз и подерёмся. Очень много, ребята, бронзовых персонажей. Это классно. Я даже, наверное, знаете, что сделаю? Ладно, не буду рисковать. Нет, возьму всё-таки одного вот этого вот. Джастина. Да, пускай он 31 уровня. Маленький, слабенький. Неказистенький. Я надеюсь, что Леонардо меня не подведёт. Но здесь бронзовые персонажи. А он всё-таки платиновый. Он должен просто разорвать их тут всех. Ну, проверим. Да. Опс. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Парнишка, ну-ка. Не дай бы уже выживить. Фу. Фу. Ему достаточно было бы, ребята, метнуть свои звёздочки. Я имею в виду Донателло. И у меня бы два или три персонажа точно бы упали. Поверьте мне. Поэтому я немножко пожанулся. Если бы сейчас у меня просто слэш промазал. Хорошо, что он у меня был 40 уровня, а, ребят? Нам повезло просто-напросто. Ну что же, двигаемся тогда дальше. У нас ещё три попытки, ребята, есть использовать нашего Леонардо. Ух ты. Вот это хорошо. Вот здесь хорошо, ребята. Очень много серебряных бойцов. Как раз для нашего Леонардо. Но я уже не буду так сильно рисковать. Потому что я возьму вот этих вот героев. Вот этих вот героев. И возьму, наверное, сюда для подстраховочки змею-карай. Да, именно так. Пускай она будет 60 уровня. Я надеюсь, что она будет вторая после Леонардо делать ход. И тогда у нас всё получится. Если же нет, боюсь, мутагеноида быстренько здесь закромсают. Так, остаётся Бакснер. Да, ребята, всё отлично у нас. Всё отлично получилось. Как я, в принципе, и планировал. Значит, мы с вами поднимаемся ещё выше по рангу. И, грубо говоря, уже Лига Сюгнов нас заждалась. Она будет нас встречать с распростёртыми объятиями. Но... Так, 29-я позиция. Всё, ребята. Вот теперь ещё, наверное, два боя. Хотя мы можем и за один бой с вами прыгнуть. Кто у нас тут какао? Какао. Хорошая имиджка какао. Ну, ладно. Давай. Так, я думаю, этого будет достаточно. 47-й уровень у врага. 47-й уровень. Ну, ладно. Ладно. Думаю, что получится. По крайней мере, Лео здесь половину отсеяет. Это точно. Должно быть так. Даже всех отсеял. Вот иногда я не понимаю эту игру, ребят. Вот серьёзно говорю. Иногда он всех бомбит сразу же. 47-й уровень. Всех забомбил. А иногда 42-х, 43-х не может. Вот помните, мы до этого играли с вами. Да, Донателло вышел. Как он выжил. Хотя он был намного меньше по уровню. Да, смотрите. Мы с вами прыганули очень быстро на сотую позицию. Но всё-таки мы уже с вами всё гунах. Так что у нас ещё где-то боя 2-3 будет. Мы с вами закрепимся, так сказать. Здесь твёрденько уже. Нас уже так просто не скинуть будет отсюда. 50-й уровне, да? Это, конечно, немножко, ребята, опасно. Поэтому мне, наверное, придётся брать... Слушай, железную голову нет. Давай будем играть через зэка. Железная голова в своё мастерство покажет чуть с более сильными персонажами, чем здесь. Так, ну что же. Поехали. А, бомбочка. Конечно же бомбочка. Ёлки-палки. Зэк же у нас. И добивочный... Да, что же я делаю-то? Ой, ребята, я поспешил. Я с... Что же я натворил? Ребята, вот она спешка. Вот она невнимательность. Давай попробуем так сделать. Может быть, хоть как-то, ребята, нам это поможет. Хоть как-нибудь. Так, если я попробую вот так вот бомбануть... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Давай ответку. Отлично, молодец. Так, кто у нас тут должен ходить первым? Та екалым-эне. Блин, я боюсь, ребята, что он... Этот, наверное, будет хилять. Давай попробуем все-таки вот носорога бомбануть. Смотрим. Хиляй. Есть. Есть, ребята. Фух, нам повезло. Нам крупно повезло, что он стал делать хил. Если бы он стал атаковать, конечно бы, он бы уронил бы меня. Черепашонка. Ой, вот она, ребята, невнимательность. Я просто хотел сделать вертушку, а вы видели, да, что я сделал? Какой я удар нанес. Блин. И это могло бы мне боком выйти. Так, какая позиция у нас? 74-го. Ну, сразу видно, что продвигаемся очень и очень, ребята, медленно. Тяжело, так сказать, идем. И, пожалуй-ка, мы будем с вами драться здесь вот с этим отрядом. Потому что здесь дают больше бонусов. Леонардо, к сожалению, мы уже с вами взять не сможем. Поэтому будем играть без него. 52-й уровни. 52-й уровни врагов. Возьму два хила сюда я. И также возьму, наверное, железную голову через Рокзара. Будем играть. Нам должно, в принципе, здесь зайти. Реализовывать будем именно эту команду. Так, ребят, насчет хила второго я погорячился. Это, оказывается, у нас Кунаичи. Блин, поэтому только Бакстер Стокман у нас. Точнее, не Стокман, а Бакстер Муха. Он вешает на себя иммунитет. Мы с вами в бомбежку. Падают? Нет? Нет. Ну, одного уничтожим мы все-таки. Так, давай-ка мы, наверное, Роквула. Попробуем уложить здесь. Получилось. Теперь бы нам, конечно... Так, кто там будет следующий ходить? Вот этот, да? Парень. Ну-ка, плевком в него, если. Мимо. Угу, понятно. А если так? Отлично. Хорошо, ребята. Дони в кого? В Рокзара. Естественно, ребят, в Рокзара. И надо нам, вон, Микеланджело уничтожать. Минус. Ну, все, ребят. Тут победа за нами. Идеально. Мы сработали здесь. Отлично. Почему через Рокзара, ребят? Ну, естественно, потому что у него провокация. Из-за этого я знал, что он в провокации простоит целый раунд. И мы за этот раунд нанесем, извините меня, 10 ударов. Ну, не 10, а 8 или 9. Так, двигаемся с вами дальше. Какая там позиция? 50-я нам светит? Или 48-я даже? Ну, ребят, почти 50-я позиция. И у нас еще, ну, есть персонажи, с которыми мы можем поиграть. Так что давайте реализовывать всех. Так, у нас здесь Шреддер. Крысиный Король. Эйприл. Здесь у нас будет, наверное, участвовать Змей Кавьон. И на дорожку мы возьмем с вами Бакстера Стокмана. Ну что, ребята, поехали. Будем, как говорится, наказывать нашего врага. Опасно, конечно. Но, тем не менее, ребят. О, да он еще и первый ходит. Ты посмотри, он сразу усиляет свою команду на атаку, ребята. Ой, это что? Это что, я спрашиваю, у вас такое, а? Черт, а потом будет ходить Хан. Ой, Хан, этот. Черт подери. Крис. Тьфу, это что такое, ребят? Что за... Блин, что сделать лучше в волну? Или это... А, я не знаю, ребята, я сомневаюсь. Блин. Короче, давай через волну сыграем. Твою ж, Макарюк. А если так? Блин, да что такое-то? Кто у нас на будет ходить? Ага, я понял. Ну-ка, не дадим возможности. Отлично. Так, и этого нам нужно подбить. Попытаться, по крайней мере. Ну. Шикарно, ребята. Фу. Мы разрулили здесь с вами ситуацию. Довольно-таки щекотливая была, на самом деле. Вы, наверное, тоже это почувствовали. Но у нас все хорошо получилось. Слушай, неужели мы с вами проберемся в Лигу Сегунов 2 звезды сегодня? Есть такой шанс, конечно. Маленький, но он есть. Если мы, ребята... Ох ты, нам везет сегодня. Смотрите-ка. Так, 50. Давай вот этих, наверное, возьмем с вами, да? Потому что тут 51 уровни. Будем играть. У нас, по-моему, остатки роскоши остаются. Так, Тигр, Хан. Нейтрализатор. Возьмем, наверное, Ваньку сюда. И через Криса, может быть, поиграть. Можно, в принципе, ребята, нам сыграть. И через Криса. Попробуем. Слушай, должно подзайти. Так, у него тоже Крис Брэдфорд есть. Так, кто будет ходить? Мы ходим, ребят, с вами первые. И нам, наверное, надо... Так, давай-ка с Микеланджело, наверное, начнем. А ну-ка. Да, слабоват, конечно, ударчик. Делаем, ребят, дополнительную защиту на себя. Так, бонус снят. Так, он на себя вешает иммунитет. А это плохо, ребят, что он вешает на себя иммунитет. Потому что мы не сможем понизить ему защиту. Тогда давай работать вот так. Так, отлично. Ха, контратаку. Нет, ребята, он усилил. Да, есть контратака на носороге. Носороги. Попробуем вот так вот с вами сыграть. Так, ну, естественно, бомбит. Так. Оу, нет. Теперь моя очередь. Попробуем. Фух. Да, да, родные мои. Мы перебрались в Лигу Сегунова. Две звезды. Отлично идем, между прочим. Ну что же, поехали. У нас заключительный сейчас с вами будет бой. Потому что, судя по тому, сколько у нас осталось карточек, слишком сильно мы здесь с вами не повоюем. Но зато какая сильная команда у нас осталась. Хм, ну не особо сильная, но тем не менее. Ребята, через Рафаэля будем играть. Я, наверное... Стоит ли брать вообще вот это вот? Ну ладно, попробуем, ребят. Если у меня лиса выживет, это будет, конечно, чудо какое-то. Хотя я в этом сомневаюсь. Но ее не брать, это тоже, ребята, терять в бонусы. Тут хоть какая-то попытка есть. Начинаем вот с этого. И берем, естественно, ребята, в провокацию. Нам нужно Ваньку Стиранко в первую очередь подбить с вами. Ох ты, у ворот на всех повезет. Ой, нет. Это было больно. Очень больно. Давай, атакуй. Отлично, молодец. Так, знаете, что самое фиговое, ребята? У нас заблокированы все возможности. Понимаешь? Давай, лечим. Конечно, лечим, ребят. Тут нам нужно отхилиться. Так, и теперь, смотри, Бакстер Стокман. Давай, наверное, попробуем все-таки вот здесь вот бомбануть. Сейчас будет пулеметная дробь, стопудово. Блин, маузеры. Ай. Да. Ну, потерял лису. Сами видели прекрасно, ребят. Для меня это неудивительно. Я ее чисто брал. Ребят, это все равно, что можно было и без нее играть. Но я все-таки рискнул. Я думал, мало ли, она все-таки выживет. Но не получилось. Не удалось у меня ее сохранить. Жаль, конечно. Но, тем не менее, сколько мы должны были получить с вами бонусов, столько бонусов и получим. Ладно, давай добивать Эйприл. Да, ребят, прошли. Ну, что же, мы с вами отправимся на испытание. Давай, все, хорош. Ну, зато мы с вами в Лиге Сегунов. А, две звезды. Какая там позиция, сейчас посмотрим. Где мы с вами там? Восьмидесятая, наверное, да? Восемьдесят вторая. Ладно, меня это вполне, ребята, устраивает. Ну, что же, поехали теперь на испытание. Так, и начнем мы, наверное, сегодня. Живи долго и играючи. Да, именно отсюда. Поехали. Так, первый у нас ДНК, это будет на Паукуса. Так что, ребята, все зависит от того... Ох ты, мне дали, ребята, всех элитных бойцов, ты прикинь. Ха-ха. Возможно, может быть, ребят, до последнего боя мы с вами здесь дотянем. И это будет классно. Так, ну что. На начальных этапах, конечно же, ребят, все решает автобой. Тут особо не надо сопротивляться. Может быть, я даже, ребята, это вырежу. Скорее всего. Чтобы показать уже, ну, последний бой. Или не надо. Ну, ладно, ребят, в этой серии я все буду показывать. А к следующей, я надеюсь, вы проголосуете. Стоит вырезать вот эти вот начальные этапы или же нет? Если скажете да, мы будем с вами вырезать и будем на последнем уровне делать акцент. То есть, сможем ли пройти или же нет? Ну, а пока, как говорится, все у нас легко и просто. Просто здесь время, ребят, неохота тратить для видоса. Для вас. Потому что вы прекрасно знаете, что я сейчас, как минимум, наверное, до эпизода пятого пройду без проблем здесь. Но, опять же, просто нам сегодня повезло. Мне дали такую сильную команду. Обычно могут дать и слабенькую, где мы можем на третьем или на четвертом эпизоде сплавиться. Так, включаем, ребят, автобой. Поехали. Здесь просто все элементарно быстро, ребят. Я не хочу вот это вот распределять роли. Пускай уже автобой, как говорится, сам все за нас сделает. Так, а мы с вами, как говорится, будем копить вот этих вот монстров. Потому что, ребят, у нас идет достижение за это все. Так, кто унесет? Джастин, Лео и Кирби. Всех, конечно же, с одного удара мы ложим. И в конце почему-то начали добивать люди-грибы. Отлично, победа за нами. Ну что же, забираем с вами ДНК и отправляемся на следующий бой. Так. А? Пиццелицей. Красавчик. Так, у нас Крип следующий идет. Поехали. Крип, так Крип. Так, включаю, ребята, автобой. Поехали. Тут какие? 35-е уровни, да, по-моему, у врага? А, 30-е даже. Следующие, значит, будут 40-е. Опять же, будут, ну, ватные для нас. Где-то 55-й, 60-й уровень уже будет, ну, около того. Там уже стоит, ребята, повазюкаться. Потому что там и враги уже покрепче. Ну, а здесь, я вам говорю, здесь все пока будет на изи проходить. Просто будем с одного удара всех бомбить. Просто одно наслаждение смотреть, когда... Ага, смотри-ка, земельковьюн оказался крепким. Ему нужно было два удара прописать. Просто вот одно наслаждение смотреть, как они с ударом впадают, ребята. Знаете, такое чувствую себя непобедимым каким-то. Так, ладно, двигаемся тогда далее. Ну, хорош. Не надо тут долго. 50 опыта. Получаем ДНК на Крипа. И двигаемся с вами дальше. А дальше у нас Леонардо. Леонардо ролевой, по-моему, да? Или нет? Это не ролевой. Или ролевой? Или это видение? Нет, это ролевой, ребята, ролевой. Видение там совсем другое. Там он с флагом. Так, ну что? Опять же, 40 уровень. Тут, как видите, ребят, все легко. Но тут уже 4 волны. Видимо, тут будет босс. А босс у нас кто? Это не крокодил, случайно, в этом? В сейфе. По-моему, он, да? Сейчас дойдем, увидим. Дойдем, увидим, победим. Да, по-моему, там будет именно вот такой вот крокодил здоровый. Кожа головы. Я не знаю, почему он в маске шамана. Или что он там на себя на голову напялил. Странно. Да, ребята, вот она. Сокровищница. Мы якобы в банке с вами. Причем в банк подземный какой-то. Вот, что он там на себя напялил какую-то маску непонятную. И выеживается. Сейчас, ребята, здесь победим мы его без проблем. Что он тут делает? 45 уровня. Рафаэль зачем-то берет провокацию. Ну, ладно, пускай. Сейчас его, наверное, постепенный удар. А, нет. Лео добьет. Я думал, что постепенка. Смотрите, вот это вот. Что у него за припадок такой в конце был? Начинает от стенки к стенке прыгать и потом падает. Побежденный. Да, ребята, здесь победа за нами. И переходим, наверное, будут сейчас 50 уровни, скорее всего, врагов. Ух ты, Леонардо ролевой. Да, правильно я, ребята, сказал. Две ДНК он получает. Это классно. Так, ну что же, поехали тогда сюда. Эпизод пятый. Здесь у нас ДНК на Рафаэля. На варвара или викингом. Кто он там себя возомнил? Ролевой. Играет в игры, что ли, там в какие-то, я не знаю. Откуда это вообще эпизод такой ролевой Леонардо? Они рыцарем почему-то здесь стали все вдруг. Так, тут подбиваем. Дополнительную атаку сделал? Ну, это зря, конечно, крысио наш дополнительную атаку. Два раза ходит. Не бомбанули. Ну, 50 уровни уже. Вот на следующем, наверное, этапе, ребята, придется брать управление своей руки. Там 60 левел. Хотя нет, нет. Можно, наверное, на расслабонность играть. Мы должны будем и там поиграть. А вот на 70-м, скорее всего, будем уже сами, ребят, разруливать ситуацию. Там уже, да, там уже будет критично. Так, третья волна. Скелеты. Откуда тут скелеты? Это, наверное, из как раз той серии, где они себя возомнили рыцарем. Может, это какие-то сны у них там, я не знаю. Может, другой зверень какой-то они попадают. Ну, я просто, ребята, давным-давно, как говорится, смотрел черепашек ниндзя, эти мультики. Там еще таких не было, никаких не ролевых. Там были обычные, классические черепашки. Ну, а потом, конечно же, подрос. Как бы я не стал смотреть эти мультики вообще. Поэтому для меня много чего здесь непонятное. Вам-то, конечно, проще. Вы наверняка смотрите. Я, конечно, сомневаюсь, что вы смотрите, наверное, вот новые версии мультиков. Потому что как-то они и нарисованы не ахти, и сюжет как-то там мне не понравится. Я тут недавно попробовал глянуть. Пять минут меня хватило, потом выключил к ядрени фени. Не зашло, как говорится. Так, ну что, ребята. Рафаэль ролевой. Две ДНК мы с вами получаем. И переходим вот на Микеланджело, тоже ролевой. 65-й уровень здесь. Все равно, я думаю, они сами здесь пройдут, ребята. А мне остается просто наблюдать. Хотя эти рыцари здесь уже довольно мощные. Скелеты. Так. Разбираем. Тут разберем. Четыре волны, да? Да, четыре волны, ребята. Мы с вами на вторую перебрались. Это у этих же рыцарей, по-моему, массовая атака или нет? Я путаю. Нет, я путаю с кланфутовцами. И с этими, с училками. Училки, да, любят бомбить тоже там. Так, Крис делает защиту. В принципе, неплохо. Я думаю, он знает, что делает. Видите, ребята, нам приходится уже два раза атаковать противника, чтобы его подбить. Угу. Так, скелет понизил мне атаку на железноголовом. И защиту понизили на зэке. Это, конечно, плохо. Зачем ты взял провокацию, а? Железноголовый. Зачем? Я вот этого не пойму, на самом деле. Так, четвертая волна. И здесь у нас кто? Угу. Донни и Леонардо. Плюс Паукус. В принципе, так себе командочка. Ничего они здесь нам не сделают. Тем более Паукус упал с удара просто-напросто. Ага. Это, по-моему, ребят, защита, да? А, провокация. Это дополнительная провокация. Ну что же, нам придется его, конечно, разобрать. Но он крепкий. Смотрите, мы, ребята, так легко его не можем подбить. Поджариваем. Ну, выдерживает. Крис добивает. Так, хиляется. Зачем тебе Донни хил? Ты же один остался. Ты ничего здесь не сможешь сделать. Все, ребята. Теперь уже переходим, действительно, на управление, как говорится, ручное. Потому что здесь уже 70 уровни светят. Так, две карточки на Микеланджело. Так, и у нас здесь Доннателла будет разыгрываться. Поехали, ребята. 75 уровень врагов. Это уже не шуточки. Плюс там еще и босс у нас будет. Пять волн. Ёлки-палки. Ладно, поехали. Будем смотреть, ребята, что у нас из этого получится. Ну да. Я уже понял, ребята. Придется постараться, чтобы здесь... Давай, наверное, доп. защиту поставим себе. Потому что враги здесь будут сильные. Бомбить будут больно. Нет, все-таки это рыцари делают массовую атаку, ребята. Вы увидели. Я не ошибся. Так, отлично. Пробьем. Пробили. И этого тоже пробьем. Дальше идем, ребят. Вторая волна у нас. Опять там эти самые рыцари, да? И один скелетик. Вертушку, я думаю, не стоит здесь применять. Это ни к чему. А вот контратаку, наверное, можно сделать. Причем она упала аж на двух, ребят, персонажей. Это уже радует. Это уже, ребята, меня радует. Так. Бомбануть. Нет, не будем мы бомбить здесь. Так добьем их всех. Так, Крис. Смотрите, ребята. Все-таки что говорит о дополнительной защите. Вообще классно. Я бы с удовольствием... Вот если бы у меня был прокачанный Усаги, я, наверное, вместо Криса брал бы все-таки Усаги и Дима. У него тоже контратака. И плюс еще дополнительная защита вешается. Это все-таки многого стоит. Так, один скелетик у нас упал. Так. Ну что вы начали тут лютовать? Бить железноголового мне. Беднягу, бедолагу. Смотри-ка, не падают они. Отлично. Так, два скелета осталось, ребята. Третья же волна, да? Оу. Да ну. Хорош. Смотри, что происходит, ребят. У меня почему-то... Бедный зек-то слабоват здесь выходит. Ну и у него, как видим, защиту понизили. Ладно, попробуем выжить. Отлично. Так, четвертая, ребят, волна у нас здесь. Из пяти. Тут, наверное, уже придется вот так вот работать. Через замедление, ребят. Так, слушай, хорош. Давай берем провокацию. Тут уже как-то накально все начинается. И будем... Давай хильнемся тогда еще. Вот так. И уже будем, ребят, бомбить. Ну, сами видите, да? Сами видите, что атаки... Так, а мы тоже возьмем с вами дополнительную защиту здесь. Так, массовая атака пошла. Черт, подери. Ну-ка, сможем. Смогли. Ах ты, хиляет. Хиляет-то причем по черноку, ребята. Блин. Смотри, какой здоровский он пробивает, ребят. Давайте вертушку попробуем сделать. Может, пробьем кого-нибудь? Ага. Пробили одного. Ладно. Давай теперь попробуем Леонарда. Мимо. Ты понял, ребят? Просто промазали. Черт, ты хорош. Такой крепкий. Просто не могу, ребят, пробить его. Давай так попробуем. Может быть, постепенный урон повесим. Отлично сработало. Так. Добьем, нет? Добили. Так, теперь. Слушай, я боюсь, мы с вами боссы, наверное, не сможем. Ой, не то сделал немножко, ребят. Хотел. Хотя, ладно. Хотел контратаку повесить, на самом деле. Блин. Да, мы, конечно, с вами дошли до босса. Но вот сможем ли мы его победить, вот это уже, конечно, другой вопрос. Это уже, ребята, вопрос серьезный, на самом деле. Потому что он сейчас будет тут лютовать, на самом деле. Поехали. Ой-ой-ой. Так, Лео. Давай, отжигай. Хорошо. Получилась контратака, ребята. Пошла? Пошла? Да не пошла, ребят. Все. Рафаэля уничтожили. Еще одного убили. Что же делать-то? Ой-ой-ой-ой. Что же он творит, ребята? Он вешает на меня антибафы. То есть, защиту снимает со всех персонажей. Железноголовый, бедный ты мой. Упал. Упал этот парень. Может быть... Я не знаю, стоит ли нам? Ну ладно, я попробую, ребят, захиляться. Мне кажется, это вряд ли нам что-то даст. Вот попробуем еще дополнительную защиту на себя повесить. Может быть, хочет... Да, он снимает, ребята. Он снимает, он вешает на меня. Что это такое еще? Что он тут вытворяет, а? Ну-ка, так если... Ага. Да, он делает второй ход, ребята, и у меня крис падает. К сожалению, я не могу. Не могу, ребят, подбить этого босса. Печально, грустно, обидно. Но, видимо, еще слабоват. Недорос я до него. Но, тем не менее, все равно неплохо с вами сегодня здесь повоевали. Давайте, наверное, потратим с вами весь... Нет, я хотел потратить весь сыр не таким образом, а вот таким. Карта Бибобима какого-то, не знаю. Машины, что ли? О, Леонардо Ролевой. Мне выпадает 2 ДНК. Так, Крип. 2 ДНК. Ага. Давай еще что-нибудь там. 35 жетонов. Это, конечно, не нужно мне. И все, ребята. Кончился, к сожалению, наш сыр. Ну, тогда на этом и я буду закругляться. Вам, ребят, всем большое спасибо. Тихо. Погоди-ка, погоди-ка. Я только сейчас увидел, что у нас Леонардо Ролевой может получить третью серебряную звезду. Офигеть. Вот это, вот это я понимаю, ребят. Вот это подарок, как говорится, под конец серии. Так, и вот, по-моему, это провокация, да? Мастерство вселенной. Леонардо направляет мощь вселенной на союзников и усиливает их. Оскорбляет всех врагов на один ход. У 50% союзников появляется плюсовая атака. Восстановление 4 хода. Шик и блеск. Так, тогда, ребят, на такой радостной ноте я ему и уровень повышу. Погоди, погоди, уровень повышу. Давай-ка мы повысим ему вторую ступень, сделаем. Да, замечательно. А теперь уровень. Ну, вот, вот. Это, ребята, хоть где-то веселая есть для меня новость. Ну, а вам всем большое спасибо за просмотр и увидимся в следующей новой серии. Всем пока, всем удачи и до новых видосиков. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok